Капиталина Афанасьевна, богатая на внуков бабушка, у сына и дочери пять детей, решение президента о дополнительных выплатах коснулось каждого, вне зависимости от уровня доходов семьи. Смотрела, вот в общем-то и детям ссылку отправила, чтобы они посмотрели. Но они сейчас думают подавать заявление, оформлять. Дети всегда нуждаются в определенных средствах для их развития, для их здоровья. Я считаю, что это очень важно. Как подчеркнул президент в своем обращении к россиянам 11 мая, семьям с детьми всегда непросто. А сейчас, когда некоторые родители потеряли работу или получают меньшую зарплату, дополнительные выплаты просто необходимы. Напомним, теперь на каждого ребенка от 3 до 16 лет положено 10 тысяч рублей, вне зависимости от дохода. Нефтьюганец Дамир Садыков считает, что данные меры своевременные. Дочка, вернее, по 5 тысяч, по-моему, три раза. А дочка, это невестка, наш сын, внук старший будет 10 тысяч получать. Ну, а у меня еще дочка получает по 14 тысяч, по-моему, за путинские сказали. Так что неплохо. Я считаю, что сыну сейчас самый раз, потому что у него сейчас тоже переводят на два месяца, он работает здесь, на Приобске, Роснефть. Вот. Так что как раз своевременно. Шулинины вышли погулять с 6-месячной Дариной. Ребенок первый. До 11 мая семья не претендовала на пособие. Материнского капитала нет и доходы соответствуют прожиточному минимуму. Но теперь семейный бюджет подрастет. Буквально сегодня в госслугах подали заявление на пособие до 3 лет, по-моему, на сумму 5 тысяч в течение 3 месяцев. 15 тысяч получается. В данное время, время коронавируса, такой ситуации в стране, конечно, необходимо. Иван Шулинин поддерживает решение президента о помощи семьям с детьми. Отметим, особое внимание к данной категории россиян было уделено в послании Федеральному собранию в ряде нацпроектов. Пандемия стала поводом для дополнительных антикризисных мер. В целом по стране различные выплаты получат 27 миллионов российских семей. Наталья Платонова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск».